Было все засыпано песком. При археологических раскопах каждую стену археологи тщательно разрабатывали и убирали насыпанный песок. Штукатурный слой у нас 18 века, который он остался. Вот это вот следы, это роспись, которую мы сейчас наблюдаем. И наши специалисты говорят о том, что это вот следы позолоты. Она дает именно вот такой оттенок, который сейчас вы наблюдаете. По росписи это у нас там были и круги солнца, полотенца. Вот это вот то, что мы находим после взрыва в 1932 году. Штукатурный слой и следы росписи, они исторические, то что это находится под охраной у нас государства. Вот это вот верхняя уже кирпичная кладка, вы видите, что это новая. Вот это вот штукатурный слой, который у нас, мы брали химический анализ, значит, из чего он состоит. И подбирали уже растворы, значит, на новую кирпичную кладку для того, чтобы не разрушить то, что там есть. Посмотрите, значит, для того, чтобы росписи у нас, то, что осталось, мы закрыли их дышащей пленкой, для того, чтобы не повредить нашему предмету охраны. Здесь будет в середине, значит, стоять пастермет, где будут читать молитвы, глядя, значит, на иконостас, который будет здесь, а дальше вот по коридору, который мы захотели, там полотняный иконостас будет восстановлен. Своды. Когда у нас мы открыли пещерный храм, восстанавливали для того, чтобы, значит, новый храм с собой Ходом Божьей Матери поддерживал нагрузкой, не раздавил бы наш пещерный храм с нашими архивными историческими фундаментами, штукатурками, какими-то там предметами охраны, там была положена плита, монолитная плита, и на этой монолитной плите уже задвигался храм. Чем уникальность вот этой работы, которую проводят у нас кастромские специалисты, это после того, как уже есть у нас постанование первого этажа, восстановить вот эту сводку. Они сделали на обличных, просто на обличных. Вот эти вот криволинейность, значит, сами виды, здесь крестовый свод, там у нас, значит, цимметрический свод, вот эти переходы, это все на полном, на чем, а в другом документе. Вот это вот, это все то, что мы получили при археологических расковках. На них уже поднимался свод. И вот даже по криволинейности, как вот он у нас идет, мы понимаем, что это были действительно катакомбы, что здесь такого объема никогда не было, что это было буквально там, ну, отвечая смыслу, пещерному храму. Потому что уровень пола у нас остался именно исторический. Там, когда восстанавливали собор иконы Божьей Матери и пещерный храм, вот этот пещерный храм, он был не до конца доделан. По архивным документам мы видим, что он и не до конца был расписан, и здесь основания пола не было. Здесь было только начало работы. Это были штукатурные, какая-то стяжка только была. И они вот по штукатурной стяжке, они, в принципе, и ходили в этом пещерном храме, мы им молились. Значит, новые, современные растворы, в которых будет сейчас восстанавливаться кирпичная, там, кладка. И то, что мы сейчас... Это очень вообще опасно для того, чтобы состав был идентичный друг другу, для того, чтобы не разрушить. После того, как у нас кирпичные своды, значит, будут, ну, подойдут к завершению, мы делаем штукатурный слой, значит, современный. И здесь будет отбортовка, которая будет показана, где у нас исторический штукатурный слой с росписью, и где у нас уже будет новый штукатур. Отбортовка, она четко увидит, это сам будет обозначено. И каждый даже, ну, так скажем, непрессиональный человек, он четко увидит, где у нас идет воссоздание, а где у нас идет прям конкретно реставрация, как это было раньше. Следы от храма 16 века мы, значит, нашли. Вот это сверху, вид сверху храма 16 века у нас собора. Часть, значит, там внутри, она тоже осталась, мы пройдем еще посмотрим. Мы его планируем показать там туристам или паломникам. Это все будет закрыто бронестеклом с проветриванием, там, с вентиляцией для организации микроклимата. Это будет у нас как экспонат 16 века. Вот это вот уличный, тоже так же будет экспонат под бронестеклом, для того, чтобы люди видели, где вот находился храм 16 века. В силу бедхости у нас храм 16 века был снесен, и вот, и на нем уже был построен вот тот собор, который мы сейчас видим, немножко изменив границы. А фундамент остался? Какой? Ну, в 16 веке это. Вот я говорю, вот это вот 16 век, и там еще, значит, один кусок 16 века внутри пещерного храма. Продолжение следует...